От рыб с челюстью в виде циркулярной пилы до огромных скорпионов, в существовании которых сложно поверить, Титанобуа традиционно считается одним из самых крупных и жутких существ за всю историю планеты. Эти гигантские змеи, жившие примерно 60 миллионов лет назад, отличались огромной длиной, невероятной массой и пугающим внешним видом в целом. Тем не менее, назвать Титанобуа самыми страшными созданиями в мире нельзя, ведь история знает немало других существ, которые навеивали даже больший страх, чем эти гигантские змеи. С вами канал ТОПХАЙП и сегодня мы покажем вам существ, которые были намного страшнее Титанобуа. Погнали! Геликоприон Геликоприон – это род хрящевых рыб Пермского периода, представители которого населяли нашу планету около 290 миллионов лет назад. То есть, жили эти рыбы примерно за 230 миллионов лет до Титанобуа. Внешне геликоприоны напоминали современных акул. Во многом это обусловлено тем, что эти доисторические монстры относились к хрящевым рыбам. На самом деле геликоприоны могли бы быть абсолютно обыденными доисторическими рыбами, если бы не одна особенность. Геликоприоны отличались от других представителей Древнего Мирового Океана развитой и крайне опасной зубной спиралью. Нижняя челюсть этих рыб была похожа на современную циркулярную пилу. Титанобуа не могли похвастаться такой же впечатляющей особенностью, что делает геликоприонов намного страшнее гигантских доисторических змей. Исследователи, которые изучали окаменелость этих доисторических хрящевых рыб, полагают, что когда геликоприон кусал что-либо или кого-либо, его зубы проворачивались вглубь глотки по своей оси. Таким образом, по принципу своей работы, зубы этих монстров во многом напоминали пилу, что делает геликоприонов одними из самых опасных и страшных существ за всю историю мира. Мало кому нравятся скорпионы. Эти членистоногие выглядят довольно жутко, да и многие виды скорпионов ядовиты, что делает этот отряд лишь еще более страшным. Но поверьте, современные скорпионы ничто по сравнению с доисторическими. Знакомьтесь, перед вами пульмана-скорпион. Гигантский вид скорпиона, который обитал на Земле приблизительно 345-330 миллионов лет назад. Его останки были найдены в Шотландии. В 1994 году британским палеонтологом Эндрю Джерамом внешне пульмана-скорпион выглядит как обычный скорпион. У него есть похожие жало на хвосте и клешне. Тем не менее, разница между ним и современными членистоногими все же есть. Например, по показателю длины они совершенно разные. В то время как длина крупных современных скорпионов составляет около 20 сантиметров, длина пульмана-скорпиона достигала 70. Кстати, даже само название существа в дословном переводе означает «длинный скорпион». Ученые полагают, что пульмана-скорпион был наземным животным, которое питалось мелкими членистоногими и четвероногими. Также исследователи отмечают, что у пульмана-скорпиона были очень большие глаза, вкупе с крупными габаритами. И устрашающим жалом они делают пульмана-скорпиона поистине жутким созданием. Думаю, если бы эти монстры жили до сих пор, то они пугали бы нас не меньше Титанобоа. Горганопс Несмотря на то, что горганопсов относят к одним из самых примитивных зверозубых, эти монстры были доминирующими хищниками поздней Пермской эпохи. Они обитали на территории современной Африки, Китая, Индии и России около 255 миллионов лет назад. Основная черта горганопсов – крупные, загнутые назад клыки в верхней челюсти, которым противостояли несколько менее крупные, но также достаточно мощные клыки в нижней челюсти. Такая особая зубная система позволяла горганопсу захватывать жертву, даже если он промахнулся, и его зубы скользнули по коже жертвы. В этом случае нижние зубы горганопса цепляли жертву за кожу или чушую, затягивали жертву в пасте, зажимали в зубной замок вместе с подлежащими тканями. После этого горганопс мог либо свалить жертву, либо вырвать у нее значительный кусок кожи, а после преследовать раненое животное. На мой взгляд, горганопсы были не только страшными, но еще и очень жестокими древними созданиями. Правда, в этом плане их нельзя назвать уникальными, ведь доисторический мир буквально пестрил всевозможными монстрами. Оставайтесь с нами и досмотрите видео до конца, чтобы увидеть гигантских стрекоз, в существование которых сложно поверить, огромных медведей, которые дали бы фору современным мишкам, а также ужасное существо, подобное легендарному лохнесскому чудовищу. Дальше интереснее. Меганевропсис Любите ли вы насекомых? Например, стрекоз. Современные стрекозы – относительно милое создание. По крайней мере, именно такое ощущение складывается у многих людей после того, как они видят меганевропсисов. Меганевропсис – это гигантская доисторическая стрекоза. Если точнее, это род гигантских насекомых раннего Пермского периода, останки которого были обнаружены в США. Род был впервые описан в 1939 году американским палеонтологом профессором Фрэнком Карпентером. Длина тела этих доисторических монстров доходила до 43 сантиметров, а размах крыльев достигал 71 сантиметра. Только представьте себе таких гигантских стрекоз. Ученые утверждают, что меганевропсисы были одними из крупнейших в истории видов насекомых. Ископаемые останки подтверждают, что огромная стрекоза меганевропсис существовала от позднего каменноугольного периода до позднего Пермского периода. Примерно 317-247 миллионов лет назад. Это, конечно, интересно, но куда более важен вопрос – как же им удавалось вырастать до таких размеров? Исследователи полагают, что всему виной трубчатая трахейная система. Меганевропсис получали максимум кислорода из воздуха и в результате эволюции смогли колоссально увеличиться в размерах и стать настоящими монстрами своего времени. Учитывая тот факт, что многие люди не очень любят летающих насекомых, они наверняка не были бы в восторге от пролетающих над головами гигантских меганевропсисов и предпочли бы лучше побыть в компании Титанобо, которые, к слову, питались исключительно рыбой. Гигантский короткомордый медведь Складывается такое впечатление, что в древности все животные были на порядок больше и массивнее современных. Это правило работает и в отношении медведей. Древние медведи дали бы фору современным мишкам. В частности, фору дали бы им гигантские короткомордые медведи. Это вымерший вид из семейства медвежих, обитавший в Северной Америке в конце Плейста Цена. Отмечается, что этот огромный монстр является самым большим представителем семейства медвежих. Также гигантский короткомордый медведь являлся одним из крупнейших хищников эпохи оледенения. Высота этих медведей в холке могла достигать 3,5 метров. Для сравнения, высота крупных полярных медведей в холке редко превышает 2,5 метра. Весили же древние медведи около 600 килограммов. Однако масса самых крупных особей могла достигать полутора тонн. Помимо выраженной короткой морды, которой гигантский короткомордый медведь обязан своим названием, этот вид имел множество иных особенностей, которые отличали его от других представителей семейства. Из всех известных медведей короткомордый, медведь имел наиболее приспособленное к плотоядному стилю жизни челюсти. Его клыки были очень массивными. Они были направлены в разные стороны. Как у тигра, что в совокупности с очень сильной челюстной мускулатурой позволяло делать древнему монстру мощные, умертвляющие укусы. Отмечается, что гигантский короткомордый медведь был одним из самых грозных противников для первых людей. Однако, в основном его интересовала более крупная добыча. Так или иначе, этот мишка доставлял немало проблем нашим предкам. Корнотавр Наверное, не стоит ждать ничего хорошего от существа, чье название в переводе с латинского языка означает «плотоядный бык». Именно так ученые называют корнотавров – род хищных динозавров. На мой взгляд, корнотавры были явно страшнее титанобоа. Длина единственного известного экземпляра достигала от 7,5 до 9 метров. И хотя корнотавры уступали титанобоа в длине, по массе они уделывали доисторических змей, ведь вес этих ящеров, по разным данным, составлял от 1,5 до 2,1 тонн. Корнотавр обладал очень коротким и высоким черепом, с двумя рогоподобными уплощенными выростами над глазами. Задние конечности у него были весьма длинными и струйными, в то время как передние были очень небольшими, еще меньше, чем у пресловутого тираннозавра. Корнотавр мог похвастаться многочисленными некрупными зубами, которые, несмотря на свой размер, отлично справлялись с отрезанием кусков мяса. Благодаря таким зубам, а также особой анатомии черепа, корнотавры могли глотать огромные куски мяса целиком. Исследователи отмечают, что укус корнотавра был острым, но не очень сильным. Впрочем, это не мешало жутким доисторическим ящерам активно и успешно поглощать своих жертв. Мазазавр Когда мы говорим о доисторических морских монстрах, то первым делом мы зачастую упоминаем мегалодонов. Это гигантские и жуткие акулы, которые достигали в длину 15 метров, весили более 30 тонн, а также отличались крупными острыми зубами и крайне агрессивным поведением. В современной массовой культуре образ мегалодонов стал настолько ярким, что нам уже сложно представить, что помимо этих акул могли быть и другие опасные хищники. А они были. Одним из них являлся мазазавр. Вообще, мазазавр – это род вымерших морских присмыкающихся из семейства мазазавров – отряда чешуйчатых. В длину они достигали около 17 метров, что делало их одними из крупнейших морских обитателей своего времени. Голова мазазавра была похожа на голову крокодила. Она была вооружена сотнями острых, как бритвы зубов, которые могли прикончить даже самых хорошо защищенных противников. Стоит также отметить, что несмотря на свои крупные размеры, мазазавры были довольно быстрыми и мобильными хищниками. Они стремительно перемещались в водяной пучине, в чем им помогала необычная форма их головы. Вполне вероятно, что если бы мазазавры жили в одно время с Титанобоа, последним пришлось бы очень нелегко. Ну а в комменты напишите, какой еще монстр мог бы быть страшнее всех вышеперечисленных. А также ставь лайк и подписывайся на канал.